Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео я хочу посвятить вопросу выпадения волос. Мы поговорим о том, чем занимается вообще такая наука, как трихология, какие бывают основные причины выпадения волос и коротенечко, что вообще с этим принято делать и как эти проблемы диагностируются и, собственно, как ухаживать за волосами, если они выпадают. В первую очередь, что такое трихология? Вообще трихология – наука о коже, голове и волосах, то есть она изучает состояние кожи головы, изучает состояние и структуру волос, соответственно, возобновление волос, как они растут, вовремя ли они выпадают или слишком много их выпадает. Всем этим занимается наука трихологии. Трихолог – это, как правило, либо дерматолог, либо эндокринолог, то есть врач, который занимается непосредственно проблемой кожи головы и волос. Неразрывно связана трихология, конечно же, со смежными специальностями, как и с эндокринологией, и с гинекологией, и даже с психиатрией, потому что есть такая патология, как трихотиломания, когда человек патологически выдирает сам все волосы. То есть это разновидность обсессивно-компульсивного расстройства. Также и токсикология, потому что волосы могут выпадать и по причине воздействия каких-то негативных факторов, токсических в том числе, и с онкологией, потому что при, например, химиотерапии наблюдается временная аллопеция. То есть очень много смежных специальностей включает в себя воздействие с ними, взаимодействие с ними и со специалистами, включает трихология. Волосы делятся по структуре своей на нормальные или сухие, ломкие, секущиеся. То есть волосы мы распределяем, классифицируем по степени их повреждения. А вот кожу головы мы распределяем, классифицируем по степени семопродукции. То есть она может быть нормальная, ширная или сухая. И цикл роста волос, он тоже своеобразен и состоит из основных трех, ну, можно сказать, четырех фаз. Это самое длинное, это анаген, который может длиться, ну, в среднем от двух до шести лет, но есть и дольше. Потому что есть люди, у которых волосы до земли отращивают, они такие косы ниже колен. И, конечно же, вот таких людей фаза анагена длится дольше, даже чем шесть лет. Потом волос вступает в фазу катагена, то есть начинает выпадать потихонечку, покидать свой волосяной фолликул. Эта фаза длится порядка двух недель. Дальше телогеновая фаза, когда волос уже, ну, выпал практически, то есть он не держится, не имеет никакой связи с волосяным фолликулом. И в этот момент он легко убирается там расческой, руками, просто сам выпадает. Вот, и дальше уже фаза, так называемого, раннего анагена, когда этот волос еще выросший не выпал, а маленький уже в фолликуле зарождается. Падение волос тоже классифицируется на несколько вариантов. Самые, ну, естественно, это может быть какие-то изменения, да, патологии волос врожденные и приобретенные. Но к приобретенным в основном патологиям волос, связанных с выпадением волос, относится в первую очередь андрогенетическая лапеция. Это порядка 75% от всех видов выпадения волос, да, патологического. Примерно 10% занимает так называемая диффузная телогеновая лапеция, то есть которая бывает не связана как раз с гормональными причинами. Это гнездная лапеция, очаговая, и лапеция рубцовая, которая, как правило, связана с каким-то травматическим повреждением волоснового фолликула, и на этом месте уже, соответственно, при разрушенном волосновом фолликуле волос снова появиться не может. Причинами могут, как я уже вначале говорила, быть и какие-то токсические воздействия, и травматические, и заболевания, которые вызывают, ну, та же самая постковидная лапеция, или там, допустим, послеродовое, так называемое, выпадение волос, то есть когда большое количество волос выпадает одномоментно, стрессовый вариант лапеции. Это все достаточно легко корректируемое состояние, но опять-таки есть, конечно, гормонально зависимая андрогенетическая лапеция, которая у мужчин, можно сказать, даже эволюционно оправдана, все приматы теряют волосы, мужские особи, особи мужского пола. У женщин андрогенетическая лапеция просто хуже воспринимается и больше нарушает качество жизни, но тоже присутствует. И немножечко по-разному она выглядит, у женщин редеет пробор, у мужчин другие варианты, да, появляются или лысины, или залысины на лбу, но в целом причины в гормональном фоне, да, то есть это метаболизм тестостерона виноват. Также, разумеется, могут быть причины, например, в виде сиборейного дерматита, закупоривания сальных желез в области волосных фолликулов, то есть какие-то причины, которые нарушают питание волосного фолликула. И вот здесь как раз мы можем помочь уходом, да, не только лечебными средствами, которые воздействуют непосредственно, например, на волосной фолликул или на гормональную вот эту цепочку превращений, но в то же время мы и очищающими, например, средствами в данном случае можем помочь. Сразу хочу развеять миф. Нет в природе шампуни от выпадения волос. Нет бальзамов от выпадения волос, потому что выпадение волос лечится препаратами с определенными веществами в составе, которые, собственно, к очищающим средствам не имеют никакого отношения. Поэтому, если на шампуне написано от выпадения волос, это чистой воды маркетинг. Другое дело, что помочь правильно очистить кожу при сиборейном дерматите, в том числе в области волосистой части головы, которая способствует выпадению волос, да, шампунь глубоко очищающий, например, может. Но он не будет лечить выпадение волос. То есть шампунем и бальзамом выпадение волос вы не вылечите. Это должны быть специальные лосьоны, специальные препараты, которые на коже головы используются. Что важно знать об очищении, правильном очищении кожи, головы и волос. Для того, чтобы не нарушался кровоток волосистого фолликула, чтобы не закупоривались там поры, не было гиперкератоза, опять-таки, мы должны правильно кожу очищать. Если у нас кожа головы жирная, или склонна, скажем так, к жирности жирниться у корней, то надо качественно промывать, но при этом не пересушивая кожу. Для этого мы можем для ежедневного мытья использовать бисульфатные составы, а раз в неделю, в 10 дней использовать, например, шампунь для жирной кожи головы. И хорошенечко промывать. Бисульфатные составы оптимально использовать дважды за раз. То есть мы смыли поверхностные загрязнения, потом еще раз промыли кожу головы. И, соответственно, после мытья мы уже наносим постуход. Постуход подбирается по состоянию волос, а шампунь по типу кожи головы. Если волосы, например, окрашены, тонкие, сухие, ломкие, поврежденные, мы хотим вот эту краску, тонировку сохранить, мы просто можем во время мытья нанести на длину волос бальзам, то есть постуход. И пока мы будем промывать даже шампунем для жирной кожи головы нашу голову, у нас, соответственно, краска будет немножко защищена этим кондиционером, бальзамом. И потом, когда мы смывать водой будем моющие средства, то есть шампунь, бальзам тоже смоется. Дальше мы можем либо еще раз воспользоваться бальзамом, либо, например, нанести молочко, не смываемое, ливын, которое останется на волосах, не утяжеляя их, но давая эффект гладких, таких ухоженных волос и не секущихся кончиков. Что еще, какой важный момент я бы хотела озвучить. Когда мы покупаем себе шампунь, то одним не обойдешься. Это объективный такой факт. Как правило, даже при самой сухой коже головы всегда имеются ситуации, когда нужно хорошенечко промыть. Например, если воспользовались стайлингом, если зимой носим шапки, если какие-то загрязнения сильные, то есть в каком-то районе мы находились, где смог настолько выраженный, что это все тоже осаждается на волосах. Конечно, имеет смысл дома иметь один сульфатник для ежедневного мытья и, например, шампунь для жирной кожи головы, сульфатный, для того, чтобы эпизодически его использовать. Кроме того, надо смотреть, насколько мы щадяще должны воздействовать на кожу головы даже теми же бессульфатными шампунями. Например, увлажняющий шампунь, он чуть-чуть более жесткий, хотя он тоже не содержит сульфатов, там комплекс бессульфатных паф. А шампунь для чувствительной кожи головы, он более мягкий. Поэтому смотрим. Например, для окрашенных волос, как правило, лучше подходит самый мягкий шампунь и, соответственно, бальзам для поврежденных, кондиционер для поврежденных волос с самым кислым паше всей линейки. Молочко подходит для любого типа волос, для окрашенных в том числе. У него тоже кислый паше, меньше 4-х. И он очень хорошо работает даже с тонкими и такими довольно-таки безжизненными волосами, потому что большинство ливынов зачастую такие волосы утяжеляют, но наши химики постарались сделать так, чтобы он волосы не утяжелял этот продукт. Таким образом, если резюмировать, причин аллопеции может быть много. Занимаются диагностикой трихологи и другие смежные врачи. Смотрят голову в трихоскоп, наблюдают там какие-то изменения, например, видят разный диаметр волос, так называемый анизотрихоз, видят пустые волосные фолликулы, в которых нет роста волос, видят сосудистые какие-то изменения, видят признаки воспаления, например, и исходя из этого назначают уже лечение. А, например, грамотным подбором очищающих средств мы можем предотвратить выпадение волос, вызванное сибарийным дерматитом, то есть гиперкератозом. Можем, промывая голову, в том числе используя, например, скраб для кожи головы, улучшить микроциркуляцию в области волосных фолликулов, параллельно смывая остатки стайлинга, который, допустим, не взял шампунь. И таким образом мы точно так же, как подбирая уход для кожи лица, также можем подобрать уход для кожи головы и значительно улучшить как текстуру волос, так и состояние кожи головы. Если видео вам было полезным, жмите на колокольчик, чтобы знать о выходе новых видео. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте их внизу в комментариях. Если вам хочется поделиться своим опытом, например, использование наших средств или каких-то еще, или какие-то лайфхаки вы знаете, то они будут полезны не только нам, но и всем подписчикам нашего канала. Спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!